всем привет с вами юля и мой факультет рукоделия и сегодня мы продолжаем с вами серию видео о вот этой вот кофточки джемпере пуловере с алиэкспресс это уже третье видео в первом я рассказывала о том как сделать расчеты во втором видео мы с вами очень подробно разобрали как вяжется узор в своих роликах я показываю как вижу я какое изделие будет у меня и сегодня у меня довязана спинка поэтому в этом третьем ролике мы с вами разберем как вяжется спинка на данный момент эта деталь у меня закончена то есть спинка готова смотрите наверху я вывязала плечевые скосы и вырез горловины по спинке вот такая деталь у меня получилось давайте я напомню вам все самого начала то есть я естественно связала все образцы сделала расчеты но это вы можете посмотреть первое видео у меня на спицах набрано было кажется сто двадцать шесть петель далее я прибавила после резинки недостающие петли и вышла на сто сорок одну петлю вязала я эту деталь полностью по прямой точно так же у меня будет связан и перед и здесь нет никаких вырезов вот проймы то здесь все по прямой идет а вот с тем как вяжут плечевые скосы и вырез горловины мы с вами давайте сейчас разберемся смотрите я условно нарисовала вот такую схемку для себя я определила что плечевой скос у меня будет пять сантиметров по высоте а вырез горловины мне хватит два сантиметра то есть это спинка здесь не надо слишком глубокий вырез и давайте вспоминать у меня на спицах всего 141 петля напишу это для вас на всякий случай потому что вы за основу возьмете свои петли и будете считать по тому же самому принципу я остановилась после 5 рапорта по высоте то есть вот здесь у меня все петли идут по прямой и вот с этого момента я начала вывязывать вырез горловины и плечевой скос вот видите у меня как раз вот самой высокой точке 5 сантиметров то есть вот здесь маркерами у меня обозначены крайние точки горловины и самые высокие точки линии плеча вот их мы сейчас будем увязывать к ним мы сейчас будем приходить но когда мы начинаем считать у нас здесь будет все ровно все петли у нас на одной линии и смотрите для себя я решила что вот по этим точкам у меня примерно получится красивая горловина я измерила это расстояние у меня получилось здесь 24 сантиметра ну тут понимаете это все тянется ну плюс минус где-то на 24 сантиметра я выходила то есть я примерила эти 24 сантиметра на себя и решила что такая горловина меня устроит в этих местах я повесила маркеры далее вот мы определились вот с этими точками и у меня получилось по 44 петли на плечевые скосы и 53 петли на вырез горловины все в принципе все расчеты теперь мне вот эти вот петли надо было разбить на 7 частей теперь можно найти свой образец который вы вязали в самом начале и по образцу сделать расчеты то есть нам понадобится образец лицевой гладью можно сделать это прямо здесь то есть уже так как у вас получается лицевая гладь вот в этих вот местах можно измерить сколько приходится рядов на 5 сантиметров у меня получилось 14 рядов то есть вот эти 5 сантиметров это у меня 14 рядов в двух сантиметрах у меня получалось так 6 кажется рядов и так как мы будем сейчас вывязывать плечевые скосы и вырез горловины укороченными рядами значит нам нужно 7 из 14 рядов получить 7 разворотных точек поэтому я линию плеча делю на 7 у меня получилось в первом отрезке 7 петель здесь 6 6 6 6 6 6 и 7 вот таким образом я распределила свои петли в этих местах я развесила маркеры везде то есть у меня были одинаковые пластиковые маркеры которые делили у меня линию плеча и вот здесь вот висели вот такие маркеры с бусинками чтобы я их не перепутала далее чтобы вывязать линию горловины мне нужно провязать 6 рядов это значит три разворотные точки 3 разворотные точки я здесь рисую и я их разделила просто по 6 петель с этой стороны точно так же то есть и здесь точно также 7 6 6 6 6 6 6 так раз два три 4 5 6 7 здесь 7 будет вот таким образом и теперь когда у нас все посчитано мы начинаем вязать мы находимся здесь начинаем вязать лицевой ряд вот этой точки вяжем лицевой ряд я немножко спущу линию ряда вниз чтобы было где мне рисовать и не дохожу 7 петель вот до этого края это у меня будет первая разворотная точка мы здесь вывезли либо перетянутую петлю либо петлю с петлю с накидом смотрите сами как вам удобно так и вяжите если вы не знаете как провязываться поворотные петли можно перейти на мой канал у меня там есть отдельное видео либо просто загуглить вам вылезет куча роликов на эту тему далее мы значит здесь разворачиваемся и провязываем в изнаночном ряду в обратную сторону и приходим вот в эту точку то есть вот два ряда мы провязали дальше мы вяжем лицевой ряд вот сюда пришли то есть здесь у нас петли на спицах остаются увидели да до сих пор у меня все петли на спицах то есть нам надо прийти к тому что все петли будут у нас на спицах до последнего потом я покажу что с ними делать в конце все здесь петли остались мы просто развернулись не довязали ряд и пошли вязать в обратном направлении в изнаночном ряду пришли вот к этой точке точно так же эти петли остаются у нас на спицах провязываем поворотную петлю вяжем вот в эту точку и так далее мы перемещаемся с вами из этой точки мы вяжем еще вот сюда и возвращаемся вот сюда то есть у нас осталось три разворотные точки это это и вот это вот с этого момента мы переходим на вязание вот этой детали из этой разворотной точки мы доходим до первой разворотной точки на линии горловины дальше разворачиваемся провязываем вот к этой разворотной точке изнаночный ряд в лицевом ряду вяжем вот сюда затем вот к этой разворотной точке к этой и поднимаемся вот сюда все мы пришли с вами в верхнюю точку линии плеча смотрите здесь мы ниточку не отрываем у нас все петли по-прежнему на спицах мы ориентируемся только по маркерам которые мы расставили когда вы приходите вот в эти разворотные точки вы их скидывайте то есть если у вас не останется здесь маркеров вам будет понятно что эти места уже провязаны и когда мы придем вот сюда все маркеры вот эти будут убраны кроме вот этого вот этот маркер не убирайте и сейчас нам надо будет провязать вот эти поворотные точки для того чтобы вязание выглядело красиво поэтому вот с этого места здесь вот у нас рабочая нить да мы здесь остановились мы вяжем до края плечевого скоса этот ряд поворачиваемся то есть все вот эти вот петли которые у нас были поворотные мы провязали провязали так чтобы они у нас с лицевой стороны выглядели красиво и были незаметными далее мы разворачиваемся переходим вот к этим разворотным точкам и точно так же их провязываем чтобы они у нас были красивыми далее мы идем довязывать вот эту часть пришли вот в эту поворотную точку то есть у нас вот здесь еще остался висеть маркер этих маркеров у нас уже с вами нет далее мы пошли вот сюда 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 и сюда точно так же то есть мы пришли в крайнюю точку из нее мы спускаемся к нижней линии плеча закрываем все вот эти поворотные точки разворачиваемся провязываем вот эти поворотные точки красиво и вот здесь у нас остается ниточка все на этом пока вязание спинки у нас заканчивается вот я вам могу показать вот у меня осталось здесь ниточка как дальше быть с этими деталями что делать где мы будем прятать эти нитки или дальше ими вязать я оставила более менее длинную ниточку здесь вот так условно длинную для того чтобы если вдруг она мне понадобится я могла бы продолжить здесь несколько петель вот этой нитью все вот на этом вязание спинки закончена следующем видео я расскажу вам как вязать v-образный вырез горловины и мы с вами разберем как вяжется полочка